Сегодня в сочинском цирке прошла пресс-конференция артистов золотого сезона и продюсера программы Гея Радзе, который передал эстафетную палочку своим подопечным после своих гастролей в Сочи. Юбилейная программа обещает быть поистине золотой. Звездный состав артистов, уникальные номера – все это должно удивить и порадовать сочинскую публику. Возьмем программы станет семейная пара Широкаловых. Это обладатели всевозможных золотых наград, которые только что, пару недель назад, получили свою последнюю золотую награду, одну из последних золотых наград в Московском журнале фестивале на Цепном бульваре. Треселщики пантер, леопардов и тигров, аттракцион баронеты Андрея и Наташи Широкалова. К ним мы подобрали очень профессиональные цирковые номера государства компании «Роскосцирк». Это известная династия циркового искусства кантаходцы волжанские, заслуженные артисты Масловы. Выступлением готов как звездный состав, так и их питомцы. Номера Натальи и Андрея Широкаловых действительно уникальны. На арену они выводят сразу три вида хищных кошек – тигров, пантеры, леопардов. Всего их будет девять. Возможно, сочницы смогут увидеть и молодых четвероногих артистов, которые еще ни разу не выступали. Дрессура этих хищников занимает много времени и сил. Осложняется все и тем, что друг с другом разные виды кошек не всегда ладят. Даже в вольерах бывают небольшие потасовки. «Круглые сутки на протяжении полутора лет есть. Вот я захожу, читаю книги. Прежде чем, чтобы они привыкли ко мне, я читаю книги. То есть у меня своя методика, по которой я работаю. Однако на сцене все проходит хорошо. Артисты уже успели выступить на многих мировых аренах. В Сочи они впервые. Несмотря на дикий нрав животных, дрессировщики любят своих питомцев, которые, в свою очередь, отвечают им взаимностью. Юбилейная программа порадует и другими высококлассными номерами, в том числе и дрессировщика Виктора Евтихова с его питомцами-лошадьми. Эти массивные животные на арене будут показывать неповторимые трюки. Пример ошел в субботу, 19 сентября. Игорь Кырпа, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.